Всем привет! Меня зовут Сергей Прилуцкий, я из компании Mixbytes. Мы занимаемся блокчейн-разработкой, исследованием, но основной профиль это аудиты безопасности смарт-контрактов. Мы их сделали уже очень много для самых больших клиентов, то есть у нас там через код, который мы аудировали, ежедневно гоняется много-много миллионов долларов. Нам повезло, пока как бы никого не взломали. Аудиторы вообще смарт-контрактов это очень редкие птицы, крайне такие скиллованные, искать их на рынке практически нереально, мы готовим их сами. У нас есть соответственно курсы, мы требуем от аудиторов, чтобы они знали все существующие векторы, а так у нас с этим очень строго, с подготовкой. Приходится разбирать очень много уязвимостей и собственно доклад сегодня про такие уязвимости, которые они популярны, то есть вы найдете их в чек-листах и любой аудитор обязан просто знать, как они эксплойтятся, должен знать, что с ними происходит, но которые были заэксплойтены каким-то нетривиальным путем, то есть таким каким-то необычным, возможно аудитор считает, что это безопасно, но на самом деле протокол можно было заэксплойтить. Ну и доклад вообще подразумевает, что вы что-то знаете как минимум про смарт-контракты, про DeFi, примерно как это работает, но я чуть-чуть буду рассказывать. Для тех, кто вообще в танке, можете рассматривать смарт-контракты, это не знаю, как хранимые процедуры, у нас есть распределенная база данных, блокчейн, смарт-контракты – это хранимые процедуры, оперирующие балансами большого количества разных финансовых активов. Значит, и первое – это Oracle Price Manipulation. Это, наверное, сейчас самый популярный из векторов атак. Я, когда готовил презентацию, просто ткнул наугад как бы в дайджест уязвимости в неделе, да, и вот видно сколько галочек. Это все как бы Price Oracle Manipulations. То есть это атаки, которые довольно часто проводятся. Они имеют такой известный паттерн. У нас есть какой-нибудь протокол, например, лендинговый. То есть это протокол, в который вы приносите какой-то один токен, кладете его под залог, не знаю, принесли эфир, положили его в смарт-контракт, забрали себе в долг, например, доллары, USDT, взяли их в долг под вот этот залог. И, соответственно, это требуется, например, чтобы шортить различные активы. И потом вы должны этот долг вернуть, забрать свой так называемый collateral, то есть свой залог. И вот это соотношение, то есть оценка, сколько стоит ваш залог, то есть сколько стоит эфир, который все время колбасит то вверх, то вниз. Эта информация получается из так называемых оракулов. Это смарт-контракты, которые предоставляют информацию, сколько сейчас стоит, например, эфир к доллару. Там очень много разных ассетов, много разных видов, разных протоколов. И Oracle Price Manipulation – это достаточно понятный паттерн. Я купил какой-нибудь токен, затем пошел в какой-нибудь соседний протокол, в котором определяется его цена, качнул эту цену, то есть, например, купил много этого токена, его цена поползла вверх. И потом вот эту измененную цену я использовал в предыдущем протоколе для того, чтобы его продать, получить какой-то профит. Играя здесь с цифрами, с разными контрактами, с разными протоколами, можно такую атаку получить. Обычно сделали депозит, то есть, занесли какой-то токен, потом пошли рядом на какую-нибудь децентрализованную биржу, то есть, просто сделали вызов в ее контракт, что-то сделали так, что цена этого токена пошла вверх, и потом сделали бидроу, вынули обратно токены уже по другой цене, то есть, то, что под ними лежит, получили профит. Все это еще сильно усиливается возможностью так называемых флешлоунов. Вы в блокчейне можете сделать в рамках одной транзакции, взять, например, миллион долларов в долг. То есть, вы выполняете транзакцию, берете себе миллион долларов, вам протокол спокойно его дает, вы идете что-то там трейдите, продали, купили на нескольких биржах и так далее, получили какой-то профит, и в конце транзакции вы возвращаете этот миллион долларов обратно. И вам не надо для этого не регистрироваться, к вопросу про то, как бы ничего, любой программист может это сделать за небольшую сумму, взять и сделать сделку на миллион долларов. Это будет стоить недорого. Но в конце транзакции вы должны его вернуть, если вы его не вернете, то вся транзакция полностью падает, откатывается, как бы ничего не произошло. Вы просто потеряли комиссию. И вот эта вот схема, она крайне популярна. Крайне популярна она потому, что многим протоколам очень удобно брать цену из так называемых swap pool. То есть это контракты, которые держат в простом варианте два баланса токена. То есть на этом контракте лежит одновременно и эфир, и USDT. Вы отправили USDT, забрали эфир. И если вы купили эфир, то в этом пуле его цена увеличилась. То есть вы что-то покупаете, его цена растет. Вы что-то продаете, его цена падает. Здесь это алгоритмически, не как в обычных биржах, никаких ордербуков, ничего. Все алгоритмически происходит. Поэтому очень часто используется сценарий такой именно в одной транзакции таких атак. Классический пример это hack harvest протокола. Вот здесь у меня там ссылочка есть. То есть человек сначала поменял токены в одну сторону, поменял их в одну сторону, потом он их куда-то заложил, изменил цену этих токенов, и потом он их свапнул обратно. И сделал это много-много раз еще с использованием флешлоуна, то есть еще с таким огромным кредитным плечом. Он проделал это много раз, заработал много денег. Как от этого защищаются? Ну и собственно, что рекомендуют аудиторы? Рекомендуют использовать так называемые time-weighted average price. Вот здесь внизу. То есть это когда контракт трекает свапы, которые там происходят, то есть что мы на что меняли, и запоминает и агрегирует предыдущие цены. То есть то, что было, например, медианную или среднюю цену за последние три обмена, или за последние десять обменов, или за сто обменов. И таким образом, внутри одной транзакции, внутри одного блока, так это все атомарно, эту цену качнуть нельзя. Вот там, где можно, вот там вот получается много вот таких вот, как бы price-40, вот такие достаточно трешовые проекты, или маленькие. Вот. Но, тем не менее, то есть первый пример хака – это inverse finance. Как раз там, где атакующему удалось манипулировать именно вот этим TWAP-ом, то есть агрегированной ценой. Здесь не было использовано флешлоуны, а использовалась другая история. Мы про нее еще сегодня будем много говорить. Это возможность в блокчейне фронтранить транзакции. Здесь у нас демократия, как бы здесь кто угодно может фронтранить любые транзакции, не нужны вам никакие специальные каналы, как бы есть специальные сервисы, API. Пожалуйста, соревнуйтесь с другими, вставляйте свои транзакции перед ними, как бы здесь это можно делать. Значит, что сделал атакующий? Он заметил то, что внутри оракула цены, сейчас у меня вот здесь вот как раз здесь показано, на самом деле берется буквально цена за последний блок. То есть всего-то как бы предыдущая цена. В одну транзакцию уже работать нельзя, флешлоун взять на 10 миллионов долларов и качнуть цену очень сильно нельзя, но тем не менее, то есть он сделал как? Он купил вот этих вот токенов, INV, которых много, качнул их цену вверх очень сильно, их в SWAP-пуле было немного, и поэтому ему удалось эту цену взвинтить очень-очень сильно. А потом он в течение всего одного блока, ему нужно было продержаться буквально вот один блок. Он засыпал блок транзакциями, забивал ими, не давал никому как бы трейдерским ботам другим, которые по-хорошему, увидев, о, ничего себе, токен взлетел, надо бежать его продавать. Если бы они успели это сделать, то у него бы ничего не получилось. Но он сумел продержаться буквально один блок, цена сильно взлетела, и он этот токен положил как залог, он стоит там уже огромных денег, и взял в долг под этот залог очень много денег. Цена, конечно же, на следующий блок сразу же упала, прибежали трейдинговые боты, как бы продали кучу этого токена, заработали на этом. Там цена упала вниз, как бы, но в протоколе уже образовался так называемый bad debt, то есть плохой долг. То есть осталась куча вот этих вот залоченных inf токенов, которые нифига не стоят, а человек под их залог взял себе там, не знаю, эфира довольно многого, ушел там с большим количеством денег. Пример такого же хака, но который был уже неуспешный. То есть кто-то еще как бы решил повторить эту же историю, то есть он взял токены bad, нашел пул, в котором этих токенов мало, значит, закупился ими хорошенько, поднял эту цену вверх и сидит, значит, ждет, пока у него вот этот вап отрастет, как бы, чтобы он мог под него занять. Сидит-сидит, но только когда он смотрел на контракт токенов bad, он не заметил то, что, ну, он думал, что я скупил вот эти вот bad токены, их мало, и трейдерские боты, им негде будет достать этот токен, чтобы его продавать. То есть им же надо тоже его где-то раздобыть. Но он пропустил, что эти токены, они являются mintable, то есть кто угодно может их напечатать сам себе, ну, он отдает другие токены, а себе сам печатает сколько нужно bad. Он это не заметил. Ну и, соответственно, налетели эти боты, все это продали, и в результате на этих сделках атакующий потерял он 68 эфира. То есть такой вот сценарий похожий, но у одного получилось, у другого не получилось, потому что он не досмотрел какой-то такая киди атака. Такая интересная история как раз ствап манипуляйшн. Что, в общем-то, такие, какие уроки из этого можно извлечь? Во-первых, если вы используете агрегацию цен, то вы должны использовать достаточно большое вот это окно, по которому происходит агрегация, чтобы атакующим нужно было дольше продержаться. Затем, ну, конечно, помните про фронтрайнинг, про него еще не раз поговорим. Все нормальные протоколы, большие, как бы серьезные, они используют, во-первых, много источников для цен, то есть они используют несколько пулов, они используют пулы, в которых много ликвидности, то есть большое количество, большое количество средств, чтобы ими нельзя было манипулировать легко. Используют дополнительные проекты типа Chainlink для того, чтобы получать информацию, ну, прямо от проектов, которые заточены на предоставление, где не качнешь эту цену так просто. Точно так же в DeFi крайне опасны с точки зрения Oracle Price Manipulation любые токены, у которых мало ликвидности. То есть если вы видите, что токен там, его в пуле лежит там на миллион долларов, как бы, то он опасен, потому что там кто угодно может взять флешлон и шатать его цену как бы как угодно вверх-вниз, даже если у вас там какие-то небольшие средства, необязательно для этого там миллионами обладать. Ну и кроме того, кроме того, этими миллионами есть, то есть не стоит рассчитывать, что на ваш, на мой протокол не нападут, потому что ни у кого не будет 10 миллионов долларов. На самом деле будет. В блокчейне как бы атаки, они очень здорово эмулируются, ее можно атаку провести гарантированно, поэтому многие атаки могут проводиться при помощи большого количества средств, которые на прошлых взломах заработаны. Ну и тоже про MEF bots. MEF это вообще такая тема 22 года, самая громкая. Это от слов minor extractable value или maximal extractable value. Это когда люди зарабатывают на реордеринге транзакций в блоках. То есть вы отправляете свою транзакцию, ее анализируют, ее фронтранят и на вас зарабатывают. Здесь, как я сказал, здесь это демократия, это не какие-то там злые как-то люди, это просто открытый рынок. Вы можете поторговаться за место в блоке и там идут целые соревнования за то, кто за фронтранит вот эту вот сделку. Так что не волнуйтесь, любая ваша транзакция полностью анализируется и если ее можно за фронтранить, она точно будет за фронтранена. Вот эти MEF-боты, конечно, мы все их ненавидим, они гадкие и противные, они у нас там профиты отнимают от наших сделок, то есть они нас фронтранят. Но с другой стороны, они же точно так же выполняют и функцию санитаров леса, то есть они же как бы вот эти вот манипуляции ценами, но они их митигируют, то есть они быстренько набегают и быстренько все корректируют обратно. То есть в блокчейне, как бы в DeFi только появилась возможность какая-то заработать, туда как бы налетают все, как бы все это используют. Вот это такой пример необычного эксплойтинга твапа, который во всех рекомендациях встречается, как бы используйте твап, чтобы у вас не было Oracle Price Manipulation. Вторая история – это Initialization Backrunning. Это тоже история про вставку транзакций, про анализ транзакций еще до того, как она попала в блок, то есть кто-то увидел вашу транзакцию и прицепил к ней свою какую-то. Этот вектор атаки, он известен по большей части на атаках, которые были на инициализации контрактов в проксе. То есть когда мы делаем систему Upgradable контрактов, нам нужно в них менять код, то строится система из нескольких контрактов. То есть есть прокси-контракт, который вызывает контракты имплементации. У нас есть версия 1 протокола, версия 2, версия 3. Код-то надо обновлять. И самые такие громкие хаки про инициализацию, они были связаны с тем, что разработчики неправильно выполнили инициализацию. Прописали, может, не тот адрес, или задеплоили контракт, а их обогнали и прописали своего админа, грубо говоря, в этом адресе. То есть это такие самые известные истории. Но есть и история, которая связана… Еще, может, пример. Мы только завели оракулу, который отдает цену, и у него первая цена ноль. На этом еще можно тоже сыграть. Для этого команда очень следят за диплоями, за инициализациями. Но есть еще вот такой вот стандартик ERC 4626. Это так называемые… Мы их называем шары, шерц, короче, или доли. Это суперпопулярный тоже паттерн в DeFi. Это когда вы заносите в контракт, например, 100 долларов, получаете 100 шерц, долей. Потом приходит другой человек, приносит 200 долларов и получает 200 долей. Теперь вы владеете одной третью этого пула, потому что у вас 100 трехсотых вот этих шерц. А тот человек владеет двумя третьими этого пула, потому что у него 200 трехсотых. Это суперпопулярный такой паттерн, потому что вы вносите в какой-то общий пул свои токены и имеете право на определенную долю из этих токенов. Так организовано большинство протоколов. Есть под это такой стандарт популярный. И с ним есть как раз проблема бэкраннинга как раз у таких вот транзакций. Смотрите, ну здесь примерный код контракта, он достаточно простой здесь. То есть предположим, мы только что создали этот пул и ждем, пока кто-нибудь придет, принесет нам вот эти USDT, ну не важно какие токены, какое-то количество, и будет за них получать определенное количество шерц. Вот здесь у нас есть Convert to Assets, Convert to Shares, вот эти вот функции. И сценарий атаки, он выглядит следующим образом. Первое, про что здесь надо знать, это то, что в блокчейнах все операции целочислены. Вообще нет здесь операций с плавающей точкой, только синтетические, то есть если вы их просто сами руками запрогаете. Блокчейны не работают с числами с плавающей точкой, потому что разные процессоры с разной точностью выдают результаты. А блокчейн нам нужна точность с точностью до бита. Поэтому деление, умножение, все это строго целочисленное. До мельчайших долей, но целочисленное. А это позволяет сделать вот такую интересную историю. Смотрите, какой-то человек, у нас пустой совершенно пул, у нас total assets равно нулю, у нас total supply, то есть общее количество шерц равно нулю, он пустой. Приходит первый наш, не знаю, инвестор, я не знаю, как назвать там пользователей, приносит 20 тысяч, не знаю, чего-нибудь там, не знаю, там USDT, и хочет получить, соответственно, 20 тысяч шерц. У него будет 100% владения этим пулом по сценарию. Вот. Но происходит вот что. Атакующий видит эту транзакцию, что пришел первый чувак с 20-юк. он сначала сам кладет в протокол 1 доллар, ну давайте в долларах как бы, кладет 1 доллар и получает как бы 1 share. То есть он владеет как бы одной акцией, из одной как бы и всего как бы в пуле лежит как бы 1 доллар. Затем он берет и руками без контракта, ну вы в смарт-контрактах, эфириум, вы не можете запретить контракту получить токены на свой адрес, потому что это запись в контракте токена. Он просто берет и руками как бы дарит этому контракту 20 тысяч долларов. То есть кладет на его адрес 20 тысяч. Теперь всего ассетов 20 тысяч плюс 1, то есть на балансе контракта 20 тысяч 1 доллар, но total supply всего share их по-прежнему одна осталась, потому что он сделал руками, обходя как бы функцию. Затем приходит жертва, кладет 20 тысяч долларов туда, и из-за вот этого целочисленного деления внизу он получает 0 shares. Ну потому что как бы 20 тысяч делить на 20 тысяч 0,1 целочисленного, получается нолик. И таким образом в пуле лежит 20 тысяч атакующего, 20 тысяч первого участника, и атакующий владеет как бы одной из одной акций. он ее спокойно сжигает и забирает все 40 тысяч себе, то есть отнимает. Вот. Ну такая как бы атака. Она там описана у нас в статейке «Inflation article». И как с ней можно бороться? Ну для начала можно попробовать побороться. Давайте вообще запретим выдавать 0 shares. Ну как человек принес деньги, как это мы ему ноль как бы выдадим? Давайте запатчим. Запатчим. Значит просто запретим как бы выдавать 0 shares. Прекрасно. Но ситуация как бы остается все равно как бы exploitable. В том числе здесь тоже как бы с теми же самыми 20 тысячами продолжаем работать. То есть хочет человек как бы получить 20 тысяч shares. Точно такой же фронтран с одним как бы токеном. И атакующий кладет, например, 10 тысяч долларов при помощи тоже простого трансфера. Вот. В этом случае у нас получается ситуация, когда жертва получает одну акцию. Да, вот это share как бы. И у атакующего остается одна акция. Но только атакующий положил 10 тысяч, а жертва положила 20 тысяч. Но у них стало поровну. И получается 5 тысяч долларов как бы у жертвы были отняты. Потому что атакующий как бы сжигает свою шару и получает 15 тысяч вместо своих 10. А произошло это из-за вот этой вот первой единички и целочисленного деления. Вот значит с такими делами как приходится иметь дело. И одно из решений этой проблемы это создание пулов, в котором сразу же нету никаких нулей. То есть в них нету как бы zero shares вообще. И просто прямо при создании, например, Uniswap, это один из самых известных проектов DeFi, которые вот эти как раз пулы по обмену токенов, он сразу же делает одну акцию, один share и выдает ее нулевому адресу. То есть просто есть какой-то там левый адрес, у него уже есть один share и вроде пытается митигировать эту проблему. Но она опять как бы возвращается. Она никуда не девается. Она просто становится сложнее в эксплуатации. Здесь я повторяю тот же самый сценарий, который был в первом с zero shares, то есть с нулями акций. С одной акцией нам уже проблема как бы с выдачей ноль shares как бы уже не важна. Но атакующий, и в данном случае у нас мы создаем на адресе не одну shares, а сделаем тысячу для того, чтобы сразу уже оперировать с нормальной точностью вот этими shares, а не единичками какими-то ноликами. Но в этом случае атакующий может принести 20 миллионов и вернуться все к той же ситуации. То есть эта штука все равно эксплойтится, и я повторяю как бы что это здесь все атаки, они как бы заранее могут быть проэмулированы, поэтому атакующий может быть уверен, что я не потеряю вот эти 20 миллионов, но просто точно так же как бы отожму, отожму у человека как бы у первой жертвы как бы все его деньги, которые он положил. Вот поэтому как бы чисто численно проблема как бы никуда не девается и про нее надо знать. То есть если вы что-то инициализируете, что-то деплоите в блокчейне, этот процесс должен быть под контролем. Вообще как бы по-хорошему в DeFi это происходит, ну это не команда разработчиков деплоит, она еще деплоит под контролем независимой команды аудиторов. То есть еще правильные проекты, они просят, ребят, ну проконтролируйте нашу выкладку, потому что чтобы мы ни в одной константе не ошиблись, чтобы все было выложено нормально. И, соответственно, как это митигируется? Значит, если вы что-то создаете на 4626, кому-то вы даете какие-то доли, у вас должны быть вот эти debt shares, то есть начальная как бы выдача вот этих вот шар, не важно куда, как бы лишь бы это был не ноль. Вот. И это должна быть не единичка, это должно быть какое-то большое число, чтобы стоимость атаки была большая. Сам деплой, он должен проводиться одной транзакцией. То есть вы не можете, ну неправильно типа создать пул с нулем, а потом второй транзакцией дослать туда как бы деньги и инициализировать. Хотя большинство, в общем-то, так и делает. Просто это про вектор не очень много народу раньше знало и это прокатывало. А сейчас вас просто за фронт ранят и отнимут первый депозит. Вот. Поэтому деплой должен организовываться одной транзакцией. То есть вы сразу же из специального деплой контракта вы делаете пул и тут же вы в нем покупаете хотя бы хоть сколько-нибудь вот этих вот шар. Для этого можно использовать все те же самые мевы, то есть транзакции и так далее. Количество dead shares должно быть нормальное. И возвращаясь к тому же как бы TWAP, вы должны митигировать проблемы с флешлоунами, с тем, что у вас в одну транзакцию кто-то завязает 10 миллионов долларов и все там как бы скупит. То есть минтить, бёрнуть эти шары надо тоже в одну транзакцию. Вот. Ну, про то, что точно любой аудитор должен фронт ранинг вектора рассматривать, это даже говорить как бы не стоит, это обязательно. Следующий кусочек – это вообще фронт ран, фронт раннер. Очень люблю, как бы, да, мы все не любим эти мевботы, которые у нас отнимают, как видите, профиты, как я сказал, но есть и те, кто как бы кидают этих мевботов и довольно хитроумно. То есть на этот раз это произошло с… Ну, то есть, как я сказал, здесь все могут фронт ранить. Делается это так. Первые примеры – это сервисы FlashBot. Сейчас это вот как раз мевбуст, который был, собственно, как бы и поменен по хакам. Первый вообще такой пример антимева – это был затрояненный токен. То есть человек сделал как бы токен, в него заложил троянчика типа, что если я его перевожу, то переводится нормальное количество, а если кто-то другой его переводит, то я у него отнимаю 90% этого токена. Он этот токен разместил, создал ему цену, создал с ним как бы сваппулы, то есть он вкусный показался этот токен мевботом. Затем он сделал сделку, на которую эти мевботы накинулись для того, чтобы получить профит, и он, соответственно, у них отнял то, чем они как бы торговали. И вот этот паттерн – позиный токен, то есть отравленный токен, который позволяет ломать логику протокола, он тоже известен всем аудиторам, очень много где используется. Ну, как бы из рекомендаций, как бы все нормальные, опять же, DeFi протоколы, как бы они не работают с произвольными токенами. Вы не можете создать свой собственный токен и пойти им там трейдить во всех протоколах. Серьезные ребята вас не возьмут без аудита этого токена, если чтобы вы туда ничего не заложили нехорошего. Но эта штука была сделана совершенно законными токенами, и это было сделано при помощи зловредного валидатора. В эфире кто хочет, может стать валидатором за 32 эфира. Человек как бы зарегистрировал валидатора и сидел, как бы ждал, пока придет очередь этого валидатора производить блок. Значит, как работает вот этот вот сервис MevBoost? Я трейдер, я поймал какую-то транзакцию вкусную. Вот здесь вот, например, ну сейчас, вот такую вот. Поймал вкусную транзакцию, кто-то покупает прям много, не знаю, там эфира, предположим. Я вижу и заворачиваю это в сэндвич, это у трейдеров есть такая штука. То есть, если кто-то покупает токен, его цена сейчас вырастет. Поэтому я перед его транзакцией ставлю транзакцию, в которой я покупаю этот же токен. Затем второй транзакцией идет транзакция пользователя, который его покупает, цена идет вверх, и третьей транзакцией я ее продаю сразу же. Токен у меня стопроцентная гарантия как бы того, что я остался в профите. Вот это такой обычный трейдерский сэндвич. И здесь за эти сэндвичи ребята бьются прямо на сервисах типа MevBoost. Каждый публикует свои транзакции, говорит, включите, пожалуйста, мою транзакцию в блок. И внутри вот этого бандла транзакции, этой пачки, находятся еще награды валидатору. То есть там происходит, по сути, аукцион. Потому что таких, как я, их еще много. И мы соревнуемся, кто больше заплатит валидатору за включение в блок. Кто второй, тот уже опоздал, упустил эту транзакцию. Значит, сделано это по такой схеме. Значит, здесь юзер вот с этими билдерами, рилеями поговорил. Там, значит, какие-то аукционы. Все там договорились. Значит, рилей и билдер выбрали самую профитную комбинацию транзакций, где больше всего денег как бы для валидатора. И после этого они, по идее, должны отдать этот блок валидатору, чтобы он его подписал, как это в консенсусе, и опубликовал в сети. Но для того, чтобы валидатор не мог обмануть, потому что валидатор может попросить все эти трейдерские транзакции и за фронтранить уже фронтранеров. Здесь была сделана commit reveal схема. То есть вот этот рилей, он на самом деле валидатору отдает не блок с транзакциями, он дает только заголовок с хэшами, соответственно, которые содержат контрольные суммы всех транзакций. И говорит, подпиши-ка ты заголовок. Валидатор подписывает заголовок вслепую, он не видит тело этого блока, отдает обратно рилею, и рилей уже публикует весь блок в блокчейн. То есть отказаться от него валидатор уже не может. Он уже подписал вслепую, его просто рилей сказал, там для тебя много денег, давай подписывай, потому что они договорились с валидаторами работать с этим сервисом. И в данном случае бага была в том, что вот этот рилей, он не проверял корректность заголовка, который вернул валидатор. И когда дошло дело до вот этого зловредного валидатора, он вернул вот сюда рилею invalid header. То есть он там занулил просто пару полей, и вся сеть такой блок не принимает. А рилей это просто не проверил. Он такой, молодец, значит, подписал мой блок, отлично, я его публикую. Рилей публикует блок, блок неправильный, но его содержимое, конечно, уже раскрыто. Вот. И то есть рилей таким образом раскрыл содержимое блока валидатору. Что сделал валидатор? То есть он видит, что все, блок раскрыт. Тот, который я подписал, его сеть не примет, невалидно. Он видит эти транзакции. Значит, что он сделал? Сначала он подготовил очень вкусненькие транзакции в этом блоке, которые подал, на которые клюнули вот эти MEF-боты. Значит, он сделал свопы с большим количеством токенов и поставил такой бесконечный slippage. Слипage — это такой коридор. Ну, за какую цену я готов, как бы, купить вот этот токен? Насколько она может плавать? Потому что здесь все сделки делаются обязательно вот с таким slippage, потому что они фронтранятся, и ты, когда делаешь своп, тебе нужны гарантии, как бы, что ты не купишь, там, не знаю, 1 доллар за 100 долларов. Поэтому ты говоришь, я куплю этот токен от 0.99 до 1.01. На этих транзакциях стоял slippage бесконечный. То есть MEF-боты — о, отлично, пошел покупать как бы миллионы долларов, чувак, как бы еще не поставил slippage — шикарно. Сейчас мы его зафронт раним. Вот. То есть там... И если изначально, в изначальном блоке, которые сделали вот эти MEF-боты, была вот такая конструкция, типа бот покупает, затем наш атакующий покупает, и бот продает. Но это был план ботов. А то, как бы, соответственно, атакующий на своем валидаторе, он просто заменяет их вот на такую конструкцию. Теперь он покупает, потом покупает бот, а бот увидел вкусную транзакцию, он покупает сразу там на миллион долларов, сразу много этих токенов, а потом атакующий сразу же продает. Вот. Ну и скорее всего, как бы, продажа у бота, она упадет, потому что она уже будет там непрофитная, не пройдет по slippage. И он все это дело включает в блок и, как бы, и публикует. И вот так вот буквально за один выстрел, как бы, пожалуйста, как бы 20 миллионов долларов у этих ботов, у трейдинговых было отнято. То есть вообще сам объем вот этого рынка, MEF, ордеринга транзакций, там, как я сказал, что это 22-го года самая громкая тема, как бы, он вообще очень большой. Это сотни миллионов долларов, там, каждый месяц просто делается на блоках. И если кто-то из вас думал, что майнеры и валидаторы зарабатывают, как бы, на майнинге или на валидаторстве, это неправда, как бы. Они гораздо больше зарабатывают исключительно вот как раз вот на вот этой вот истории. То есть здесь целый большой рынок, как бы, ордеринга транзакций. И во всех DeFi, как бы, системах это работает. Здесь даже есть самая, наверное, знаменитая статья, как бы, про это. Она называется Ethereum is a dark forest. Если кто-то читал эту книжку Люци Сини, как бы, там, где, типа, стоит цивилизации только показаться, как бы, и ее сразу уничтожают, как бы. То есть один радиосигнал ушел, как бы, ее все тут же убивают, как бы. Так и здесь. Стоит вам показать хоть какой-то профит, вас сразу за фронт ранят и отнимут, как бы, но, тем не менее, есть и те, кто охотится и на, в общем, на вот этих хищников, на меф-ботов. И, кстати, что интересно, в DeFi здесь даже хаки отнимают. То есть, как бы, хакер просто пишет эксплойт, который ему достает, не знаю, миллион долларов, его просто фронт ранят, и валидатор, как бы, сам этот эксплойт проводит, за него, как бы, забирает. Это здесь тоже было. Здесь вообще истории с хаками такие, что, мама, не горюй. Ну и последний такой прям гвоздь. Значит, здесь вообще используется, ну, как по мне, один из самых красивых хаков 22-го года. Очень интересный. И, как бы, здесь вообще использовалось вообще все. Во-первых, дыра в логике контрактов. Flash loan. Проверка, является ли адрес контрактом или не является. Как бы, отправка эфира неожиданная, как бы, то есть помещение эфира на адрес, который не ожидали. Cray 2 – это специальный способ такой создания диплоя контрактов в сети эфириум, который позволяет на адресе разместить код смарт-контракта, хотя кто-то думает, что это просто обычный, как бы, адрес человеком владеет. Значит, это тоже такой стейблкоин протокол, похожий на лендинг. То есть кто-то кладет залог, получает в обмен вот этот вот стейблкоин. Там что-то вся работа. Но самое интересное здесь – это как раз управление этим проектом. Оно делается через DAO, тоже как во всех нормальных протоколах. Управление через DAO, оно выглядит как. Если команда разработчиков или комьюнити хочет обновить протокол, не знаю, комиссию какую-нибудь изменить, изменить какой-нибудь параметр, задеплоить новый код, например, то это делается автоматически в смарт-контрактах. Размещается так называемый proposal. Вот называется он BIP. Ну, здесь они используют, как бы, такой тоже один из стандартов, как бы, вот этого DAO governance управления протоколом. И вот в этом proposal находится код контракта, который нужно исполнить для того, чтобы вновить код. Ну, например, залить новую версию смарт-контракта или поменять комиссию с 3% на 2%. За все это происходит обязательно голосование. Голосуют люди токенами этого же проекта. То есть здесь DeFi – это тоже common practice. То есть если вы владеете, не знаю, 100 токенами из миллиона, то у вас есть 100 голосов из миллиона, вы можете голосовать за развитие этого протокола. Значит, как выглядела атака? Очень интересно. Значит, человек создал proposal, вот этот вот BIP. То есть, по сути, написал на форуме «Ребята, а давайте…» и, по идее, он к этому сообщению должен приписать адрес контракта. Типа, а давайте выполним вот этот вот код. Давайте выполним все вместе вот этот контракт. И, по идее, все голосующие должны своих программистов и аудиторов отправить. Давайте проверим, действительно исполним этот код или нет. Но у него вот этот вот 18-й его proposal, сейчас вот здесь вот… Да-да-да, я, наверное, чуть-чуть как бы забежал сначала про application ложу. Здесь происходит голосование, типа, давайте исполним или не исполним данный код. В обычном режиме оно вот здесь вот, это голосование, оно идет… Ну, то есть, собираются голоса, люди голосуют, голосуют. Как только они перевалили какой-то threshold, то, как бы, можно исполнить вот этот вот proposal. То есть, появляется возможность запустить вот это обновление протокола. Но здесь было сделано так, что если в течение 24 часов, как бы, никто не голосовал и было, типа, пусто, то включается вот этот вот emergency commit. То есть, типа, надо прямо срочно проголосовать. Значит, у них здесь была такая специальная, как бы, логика. И отличается она от обычного commit, то, что прямо вот внутри одной функции можно и проголосовать, и сразу же исполнить. То есть, сразу же, как бы, вот здесь вот происходит execute. То есть, атакующему, чтобы исполнить зловредный код, надо, как бы, продержаться сначала, как бы, до того, чтобы дождаться вот этого возможности запустить emergency commit. Здесь время, как бы, проходит какое-то 24 часа. И второе, как бы, убедить всех или проголосовать за то, чтобы эта штука была исполнена. И он создал BIP-18 и указал в нем адрес, который был вроде как пустой. Он туда еще даже эфиры положил. То есть, выглядело это так, что чувак просто вкопипастил случайно, как бы, свой собственный личный адрес. Ну, там, начал писать что-то на форум, но нечаянно закопипастил, как бы, какой-то левый адрес. И все такие подумали, ну, это трэш какой-то, ладно, чувак ошибся. Он сразу же поправился, в кавычках, как бы, создал BIP-19. Там он предложил, там, отправить, как бы, 250к токенов этого DAO, там, на донейшн адрес, значит, отправить в Украине. Вот. При этом он сослался на контракт с именем INITBIP-18. То есть, он ввел всех в заблуждение, что, типа, ребят, это я ошибся, это я ошибся, это просто какой-то левый адрес ставил. Не обращайте внимания на этот пропозал. И подождал 24 часа. Так как пропозал трэшовый, как бы, никто, ничего, соответственно, за него не голосовал. Включился вот этот вот emergency commit, после чего он берет флешлоун на 600 миллионов долларов, значит, в разных там токенах. Делает это он потому, что голосовать в этом протоколе, в бинстолке можно только специальными токенами вот этого протокола. Он их закупает тоже в огромном количестве. Все это происходит в одной транзакции во флешлоуне. Затем он проводит вот этот emergency commit. То есть, со всеми вот этими сотни миллионов долларов он просто набирает больше 50% голосов. Голосование за это. И в этом же emergency commit, вот здесь вот уже проголосовав, он делает execute. Пока что непонятно, как бы, что он там executed, потому что у него был написан адрес пустой, без кода. Его нельзя как бы исполнить, ты его не можешь извать. Но тут срабатывает как раз вот эта вот история с create2. Это как раз штука, которая позволяет в эфире на адрес, который был пустой, рассчитать заранее адрес, на который будет выложен код контракта. И он перед тем, как проголосовать, он на этот адрес кладет код, в котором написано просто забрать все деньги, которые лежат в этом протоколе, перевести мне. То есть, он сначала деплоит контракт, который выводит деньги, потом берет флешлоун, потом голосует, побеждает в этом голосовании в одной транзакции, исполняет свой собственный пропозал и отправляет, соответственно, деньги. Заодно отправил 250к бин, чтобы никого не обидеть. И ушел там с какой-то очень большой суммы. Получается такой очень красивый, очень мощный такой хак, который вообще заиспользовал как бы много-много всего. И, в общем, такие вектора атак здесь тоже есть, поэтому бывают здесь очень хитрые вещи. Ну и, наверное, еще как бы там, если добавить, то там, наверное, до последних лет как бы считалось, что, ну там что-то блокчейны, что-то они там пилят, какой-то open source, какая-то безопасность, какие-то новички. На самом деле за эти годы отрасль развелась очень сильно. То есть здесь есть как бы все, что есть в нормальной open source разработке. Здесь есть стандарты свои, обсуждаемые стандарты, которые… Здесь есть как бы security-чеклисты, есть команды, есть best practices. То есть за эти годы отрасль выросла очень-очень сильно. И, ну, то есть здесь с безопасностью все хорошо. У топовых протоколов как бы все здорово. Потому что проверяют их очень-очень внимательно. А выживают они здесь по Дарвину. То есть здесь как бы все хакнули, до свидания как бы. И здесь это очень сложно выжить, потому что у атакующего огромнейшее просто преимущество. Потому что если здесь, мы когда обсуждаем уязвимости пентестера, они ищут в черном ящике дырку, да, там что-то фазит, какие-то параметры. Здесь у тебя полностью white box, полностью открытый код, более того, полное состояние блокчейна. Ты любую атаку можешь симулировать с точностью до последней копейки. То есть абсолютно полностью повторить прям то, что сейчас в реальном мире как бы есть. Здесь это можно с абсолютной точностью. И это атакующим дает огромное преимущество. Но, тем не менее, те, кто выживают в такой среде, вот это серьезные ребята. Вот, и у них все хорошо. Все, да, если есть вопросы. Спасибо, Сергей. Очень интересный доклад. Действительно много полезных знаний. Хотелось бы такой вопрос задать. Предположим, я какой-то DeFi, я хочу выпустить свой токен. Скажем, governance DAO токен. И вот мне хотелось бы знать, какие существуют векторы атак на выпуск обычного ERC-20. Какие вообще возможные могут быть проблемы при этом? Ну, стандартный, если вы выпускаете стандартный токен, то как бы из известных, в общем-то, никаких. Вопрос только, как вы будете использовать, сколько вы его будете, там, не знаю, печатать, как вы его будете сжигать, как вы его будете использовать. А в самом, как бы, контракте токена никаких проблем нет. То есть это уже давно устоявшийся стандарт, который используется тысячами, там, буквально, ассетов. И самых лучших, и не самых лучших, и с огромной капитализацией. Так что токен вы можете выпустить спокойно. Но я рекомендую поменьше добавлять туда всяких ограничений. Буквально недавно JP Morgan выпустили крипто-евро, и они сделали для соответствия требованиям регулирования, мы сделали вот такую вот функцию, при помощи которой они могут на любом адресе взять и забрать просто у кого угодно, как бы вернуть себе эти токены. Эта штука, она вроде бы нужна для регулятора, но она делает эту штуку полностью не юзабельной в DeFi. Потому что, представьте, у вас лежит миллиард этих крипто-евро в каком-нибудь протоколе в DeFi. Это деньги пользователей. И они берут и забирают из этого протокола, как бы, при помощи своей этой админской функции, все деньги. Они таким образом тысячи людей, в общем-то, просто могут кинуть. И поэтому у криптонов, как бы, такие штуки считаются скамом. А вот связанный с этим вопрос, я знаю протокол, там, L3, который сейчас строится, они в тестнете, они уже выпустили свой токен, но они добавили туда blacklist, который позволяет им любой адрес в момент транзакции, его там, ну, если он в blacklist, то, соответственно, транзакция не проходит. Насколько это неправильно? USDT уже сто лет, как бы, там лежит эта функция. Они могут, да, заблокировать, они блокируют, как бы, блокируют эти деньги хакерам, блокируют кому угодно, но если они вдруг захотят заблокировать какой-нибудь протокол, в котором лежат, там, не знаю, десятки миллиардов долларов, они это сделают, и все сломается, и сейчас протоколы от них, по сути, сбегают к более правильным алгоритмическим астетам, которые, как бы, таких штук не имеют. Потенциально, то есть, это проблема? Да, это проблема. Спасибо. Такие лучше не делать. Сергей, спасибо большое за доклад, прям очень интересно, очень много тем осветили. Вот, я хочу спросить, чтобы вы мне напомнили, чем отличается фронт раннинг от меф-ботов? Нет, фронт раннинг – это просто, когда вы видите чью-то транзакцию и вставляете свою, как бы, перед ней меф-ботов. Это просто общее название. Это просто общее название, оно работает и на необычных традиционных биржах, и где угодно, и, в общем-то, и в информационных системах. А меф-бот – это просто трейдинговые боты, которые как раз занимаются именно фронт раннингом. То есть, они пытаются поймать транзакции чем раньше, тем лучше, и свою поставить раньше. А как можно поставить транзакцию свою раньше другой? Ну, они же в блокчейнах по пиринговой сети распространяются, транзакции всем видны, как бы. Можно ее поймать чуть раньше, чем ее возьмет валидатор, сформирует из нее блок, опубликует в блоке, то есть можно успеть раньше, можно поставить большую комиссию. А, я, похоже, вас понял. Да, хорошо. Допустим, мы перехватили транзакцию и отправляем такую же идентичную на покупку. А вопрос, мы делаем это, ну, допустим, вот рассмотрим пул ликвидности, ну и вот DEX-обменник. Вот поймали операцию, где человек хочет, допустим, купить токен, ну, допустим, на большую сумму, чтобы, ну, убедиться, ну, чтобы гарантированно надо тоже. Вот, и мы, получается, на другом DEX это же действие делаем? Да нет, на этом же самом, ведь цена на этом же DEX изменится, поэтому мы делаем в том же самом, как бы, контракте. Просто мы перед ним покупаем еще токены. А когда валидатору придут транзакции, они последовательно как будут идти? То есть сначала тот человек купил, а потом мы уже купили. В блокчейнах, как бы, это штатно не обязательно, если вы просто почитаете по документации, то это будет зависеть от комиссии, которую вы поставите. Вроде бы подороже поставили, вас поставят пораньше, но конкретно в MEV это работает и еще по-другому, потому что в транзакциях находится еще так называемый bribes, взятка валидатору за то, чтобы он поставил твою транзакцию точно перед вот этой. Все, и последний вопрос. Backrun. Backrun – это как бы фронтран, грубо говоря, Backrun – это когда ставится транзакция строго за вот этой вот. Но чтобы никто не влез как бы между транзакциями. Спасибо большое. Блин, спасибо большое за доклад, вообще очень классный. Я хотел узнать ваше мнение. Вы привели атаку с Крей-2. Это решается… Какие методы Митигейта? Потому что вы их не указали. Это решается через роли? Да, вопрос очень хороший. На самом деле вот эта вот проверка, находится ли на данном адресе код исполняемый, она по сути вообще не работает. Единственный надежный… То есть есть много методов, есть специальная команда в EVM, которая показывает размер кода как бы на данном адресе, но вообще определить этот адрес, что он не является контрактом, что он является контрактом, точно мы не можем. Есть вариант проверки, когда мы можем точно убедиться, что это пользовательский адрес. Это проверка, которая выглядит как Required TX Origin равно MSG Sender. Когда мы проверяем, что у этого адреса есть электронная подпись, потому что контракты не могут поставить электронную подпись, у нас нет от них приватника. И как бы эта проверка, она работает, но ненадолго скорее всего, потому что сейчас есть как бы стандарт, так называемый account abstraction, который позволит другим аккаунтам от имени нас, грубо говоря, отправлять транзакции, он обсуждается, и он похоже сломает как бы вот эту проверку. А вопрос, есть какие-нибудь спейс-паттерны, точнее не спейс-паттерны, кейсы, в которых, например, контракт, который деплоится, он не имеет роли, которая бы позволяла ему переводить с баланса деньги, но при этом это дозволено сделать только в рамках какого-то пропозала? Это просто программируется. Нет, но это можно, конечно, сделать, но вы таким образом добавляете ограничения для использования в тех же DeFi протоколах. А это разве не через дискретные права решается? Вам не кажется, что это проблема именно архитектурного решения? Ну, все это, грубо говоря, можно запрогать, но каждый раз, когда вы добавляете какие-то ограничения или блокировки, вы ограничиваете использование своих финансовых активов в DeFi протоколах. Потому что, опять же, если у вас есть какие-то ограничения блокировки, вас нормальные проекты просто не добавят. Они скажут, да ты заблокируешь потом свой этот токен, а у нас пользователи останутся с плохим долгом. То есть это проблема, когда бизнес не дружит с техническими системами? Да, и это, кстати, решается в DAO. То есть здесь точно так же абсолютно публично говорят, давайте добавим этот токен. Говорят, да вы чего, они вон там под регулятором, он что-нибудь заблокирует, у нас все пользователи без денег останутся. Давайте не будем. Спасибо большое. А мне передавать? Спасибо большое за презентацию. Было действительно очень интересно. Вот такой вопрос. Насколько вы считаете безопасно использовать современные относительно смарт-контракты? И вот ваше мнение, какая дальше ступень эволюции атак на них? Здесь все достаточно просто и открыто. Как бы у всех хороших протоколов в DeFi есть не один и не два, а больше публичных аудитов от независимых компаний. То есть если вы хотите там в крипте, короче, где-то там что-то хоть как-то более-менее надежно как бы хранить, то вы должны проверить, что этот протокол, он аудировался, причем желательно как бы компаниями с хорошей репутацией. И могу сказать, что самые топовые проекты, которые вот здесь вот в начале как бы они там многие, там некоторые из них перечислены, у них этих аудитов очень много, очень серьезная культура разработки. И я бы сказал, что это на мой взгляд как бы это самый безопасный финансовый софт, который вообще как бы есть. И считаю, что финансовый софт банковский даже близко не стоял здесь по безопасности, потому что мы не видим, что там происходит под капотом. Мы не знаем, как бы у них там насчитали неправильно комиссию, взяли ночью, пришли, накатили обновление на базу данных, поправили балансик и все. Здесь это будет видно на одну копеечку разъедется, это весь мир увидит, и шум поднимется, если это протокол там с миллиардной капитализацией, то шума будет очень-очень много. Здесь очень серьезное отношение к этому. Но точно так же можно и любой трэш как бы запустить, да, welcome. Вот, поэтому такая интересная, парадоксальная. Это действительно безопасно. И, кстати, был по тону вопрос, типа, почему не протон-мейл, как бы, что там за анонимизация. Да потому что в блокчейнах ты это делаешь в один клик. Вот хочешь положить депозит под 10%, взял, один клик в браузере, сделал, и все, никто тебя не остановит, никто не заблокирует. Можешь через секунду выйти обратно, получить, как бы, свои проценты. Здесь все работает. Здравствуйте, вопрос. Вы говорили то, что валидатор подписывает блок только по хэшам. А разве валидатор не должен проверять валидность транзакции, то есть проверять, экзекьютить эти контракты? Он должен, и по-хорошему он это делает, и потом подписывает заголовок блока. Ну, то есть в штатном режиме как бы валидаторы ровно так и делают. Точно так сделано и в биткоине, и в эфириуме. Как бы валидатор подписывает хидр блока, заголовок. Просто в заголовке блока есть state root, tx root, то есть там есть как бы хэши, которые контролируют целостность, то есть что ровно все вот эти транзакции были включены. Это проверяемо, но подписывается заголовок. То есть конкретно подпись строится на данных из заголовка. Паня, спасибо. Здрасте. Такой момент интересует. То есть очевидно, что вот аудиторы смарт-контрактов и в целом как белые, так и черные – это в целом профессия такая будущего. Сейчас она, конечно, уже очень привлекательная. Но, по всей видимости, это не сильно вовлечены люди в эту отрасль. И в связи с этим вопрос такой, что какими в целом навыками должны личными и вообще навыками профессиональными должны обладать аудиторы? Стоит ли проходить ваш курс по аудиту в связи с этим? И еще момент такой. Если сравнить с другими хакинговыми направлениями параллельными, таким как веб, инфра, реверс, насколько это трудно? И еще один личный вопрос, который меня сильно тоже интересует. Заменит ли раст плюсы? Так, последний прям точно холивар как бы серьезный. Значит, по поводу профиля, конкретно по нашему опыту мы очень много нанимали, готовили аудиторов. Люди вообще разные, очень сильно разные. Есть люди, которые с большим бэкграундом в инфобезе, в низкоуровне всяких конструкциях, которые там раньше что-то реверсили, хачили, очень хорошо там понимают как бы ассемблер. То есть из них получаются прекрасные аудиторы. Есть люди прям с финансовым трейдерским бэкграундом. Они гораздо круче видят как раз вот эти вот такие вот финансовые паттерны. То есть когда можно взять несколько протоколов, как-нибудь их скомбинировать между собой, сманипулировать и так далее, они такие вектора так видят лучше. Есть пентестеры из того же как бы Web2. То есть здесь тоже для протоколов используется и фазинг, и то есть нужно понимание того, как работает эта система, прям вплоть до самой глубины. То есть здесь надо прям разбираться, как создается, как деплоится контракт, как вычисляется его адреса. Вот на всех вот этих вот нюансах аудитор должен останавливаться. И тут это конечно пересекается с Web2 пентестерами. То есть могут быть и такие, и такие, и такие аудиторы. Но для полноценного аудита надо рубать вообще во всем. И это большая проблема, как я сказал. Это очень редкие как бы звери. Пойдите, найдите как бы человека, который хардкорно умеет писать на плюсах, и при этом еще как бы разбирается там в финансовых манипуляциях заодно. А еще и может пентестил как бы когда-нибудь. Еще там фазил и так далее. Ну то есть в идеале такого не найдешь. Поэтому, как я сказал, как бы у нас другого выхода нету, кроме как просто тупо готовить. То есть прям заставлять все вот это вот как бы осваивать. И профили совершенно разные. Здесь скорее аудитором майнсет такой как бы. То есть есть люди, прекрасные разработчики, вообще великолепные, как бы там не знаю, может безопасники. Но чтобы качественно сделать клиенту аудит, надо вот до последней строчки как бы все дотянуть, раскрутить каждую маленькую как бы детальку. И это в общем сильно выжигает как бы мозг. И такая профессия очень серьезная. Ну и ответственная. Ты как бы публично предоставляешь результаты. Ты публично видишь результаты. Если его клиенты хакнули, то прям вообще как бы капец. Ну а про Rust и C++ как бы. Rust это язык, который у меня вызвал такие же чувства, как и Perl. Много-много лет назад. Как бы на самом деле восхищение. Как бы пописала на нем. Я считаю, что это действительно эволюция. Как бы плюсов следующая. Для блокчейнов он шикарно подходит. Из-за того, что нет уборки мусора. Он такой очень детерминированный. Строго очень типизированный. Все ветры исполнения позволяют отслеживать. С этой точки зрения Rust для блокчейна самый крутой нативный язык. Я очень рекомендую. Если кто как бы не изучал. Он вообще отличный. Так что заменить может не заменят. Но точно рядом будет топать во все. Спасибо большое за доклад. Скажите пожалуйста, если сравнивать эфириум с консенсусом Proof of Work и эфириум с консенсусом Proof of Stake. Верно ли будет утверждать, что злоумышленники вообще говоря получили существенно более широкий ландшафт и больше возможностей для атак? Я вообще был противником Proof of Work с самого начала. Потому что нефига сжигать такое количество электричества, чтобы считать просто какие-то красивые хэшики. Но у биткоина, наверное, просто не было никакого выбора. А по поводу владения, то есть с точки зрения злоумышленников, смотрите, эти консенсусы, вот эта задача византийских генералов, ее можно даже в общих чертах сказать. Любые из этих сетей можно атаковать, если в случае Proof of Work ты имеешь много вычислительной мощности, а в случае Proof of Stake, если ты имеешь много денег. То есть вот собственно и все. Хочешь атаковать Proof of Work сеть, арендуй огромные майнинговые фермы, ты сможешь провести атаку двойной траты, сможешь переписать цепочку. То же самое в Proof of Stake. Здесь эти истории уже были. То есть когда скупали большое количество токенов, регистрировали на себя, ну соответственно регистрировали валидаторов и по сути захватывали просто сеть. Proof of Stake это та же безопасность просто за деньги. И как по мне это гораздо более прозрачно и проще, да и в общем-то более экономно. То есть не надо ничего жечь, а деньги есть. Деньги, извините, кто владеет двумя третьими плюсом одним долларом в сети, тот ее полностью 100% контролирует. Это чисто прямо в бумагах математически доказано. Это не только эфириум, это вообще все как бы большие современные сети, все работают на Proof of Stake. И прям как-то жестко похачено это не было. То есть это достаточно надежно. Вот тоже ребята про квантовый блокчейн рассказывают. Они используют все те же самые как бы теоретические работы с формальным математическим доказательством safety и livingness таких протоколов. А различия там в основном в экономике. То есть как выбираются эти валидаторы, как за них голосуют, как за них стейкают, unstейкают и так далее. То есть разница в деталях, а суть как бы одна. Сергей, у меня вопрос. Спасибо за интересный доклад. Вопрос по отравленным токенам. Вы говорили, что DEX нормальные не будут работать со всеми подряд токенами. Ну и понятно почему. А вот как обстоят дела с централизованными биржами? Вот когда они листят токен, они же ведь тоже несут риски, но как минимум репутационные. Обращаются ли они за аудитом и может быть даже вашу компанию обращались? Ну я, честно говоря, даже не хочу за них отвечать. Мы ни с каким централизованным софтом не работаем и работать вообще не хотим. Как они там свои бизнес-решения принимают, мы не знаем. По поводу DEX как раз нет. В Uniswap вы можете сами создать. Вы создали свой токен, хотите, чтобы у него была цена равна 1 доллару. Вы прям сами, вас никто не будет вас опрувить или еще что-то. Вы создаете пул, в котором тысячи вашего токена и тысячи долларов. Все. Он уже работает на мен. Он будет алгоритмически. Будут ваш токен покупать, его цена будет расти. Будут продавать, его цена будет падать. На DEX как раз можно легко размещаться. А я говорил именно про лендинг протоколы, то есть которые берут что-то в залог. И вот для них важно, чтобы какой-то трэш не попал в залог. Чтобы человек положил какой-нибудь свой щиткоин, а взял в долг эфир или USDT и ушел с этим долгом. А щиткоин так и остался валяться. Вот они очень серьезно подходят. Их упросить ваш токен добавить будет очень сложно. Там требования типа мы добавим ваш токен, если у вас будут оракулы вот здесь, вот здесь, вот здесь. Если у вас daily trading volume, объем торгов вашим токеном будет не меньше 10 миллионов долларов в день, если у вас в нем не будет никаких закладок и так далее, тогда в этом случае мы рассмотрим вас на добавление. Вот тут довольно серьезно все. Спасибо большое, Сергей. По традиции нужно выбрать два вопроса, которые больше всего понравились. Мне, наверное, больше всего вопрос понравился. Поднимите руку, чтобы я запомнила. Так, и второй? Второй, 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 второй. Давайте, вот, собственно, много вопросов. Отлично. Все, спасибо. Сорри, если кого-то обидел. Я, честно говоря, волнуюсь. Вопросы. 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 Вопросы.